Замечательная задача со звёздочек. Имеются две красные, две жёлтые и две зелёные гири. В каждой паре одна из гирь легче другой. Все три тяжёлые гири весят одинаково. Давайте обозначать это так. Значит, имеются красные гири и тяжёлые красные гири. Жёлтая гирь и тяжёлые гири. И то же самое. Зелёные и тяжёлые гири. Все три, повторяю, лёгкие весят одинаково. Все три тяжёлые весят одинаково. За два взвешивания на чашечных весах выясните, какая из гирь тяжелее. То есть, обратите внимание, вам дают гири, и вы не знаете, какая из... Дают две красные гири, вы из них не знаете, какая из гирь тяжёлая, какая тяжёлая. То же самое. Дают две зелёные гири, вы не знаете, какая тяжёлая. И две дают жёлтые гири, тоже. Вы не знаете, какая легче, какая тяжелее. Но за два взвешивания это нужно узнать. Кстати, я понял, что моя система обозначений плохая. Знаете, чем она плохая? Тем, что мы же заранее не понимаем, какая тяжёлая какая. Нет, всё. Придётся убрать эти мои значки. Я придумал плохую систему обозначений. И придётся вот так делать. Просто обозначать их цифрами. Значит, бывает красная первая, гирька, и красная вторая. Зелёная первая, зелёная вторая. И то же самое. Жёлтая первая, и жёлтая вторая. Наверное, так идёт. Вы сейчас должны сказать, что будем делать первым взвешиванием, и потом, соответственно, вторым взвешиванием. Условия хотя бы все поняли? Да. Значит, всего 6 гирьков. Вы мне уже чётко приказываете. Значит, на левую чашку кладём тоталь, на правую чашку кладём тоталь. Вот здесь напишите. И дальше рассказываете, что будет. На правую чашку кладём красную. Красную первую или красную вторую? Красная первая. Отлично. Напиши. Красная первая. Дальше. Левую чашку кладём желтую. Отлично. Отлично. И взвешиваем между собой эти две гирьки. Так? Отлично. Спасибо. Садитесь. Давайте я объясню, почему у него ничего не получится. Вообще, сколько у нас... Сколько... Какие у нас вообще варианты? У нас может из двух красных «е» это быть тяжёлый или «это». Из двух зелёных может быть тяжёлый «это» или «это». И из двух жёлтых может быть тяжёлый «это» или «это». Давайте мы с вами... Всё-таки надо придумать... О, я придумал. Я придумал. Давайте я буду писать так. Я буду писать здесь «Л», 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 «Л» «Знах того, что «это» легче, чем «это», «это» легче, чем «это», «это» легче, чем «это». И это восемь вариантов. Вот давайте, например, раз объясню, что такое пятый из этих вариантов. Это когда первое красное легче второй красным. Дальше первое зеленое легче, чем вторая зеленая. А у желтых наоборот. Первое желтое тяжелее, чем вторая желтая. И вот каждая из этих букв управляет соответствующим знаком. Буква L означает, что знак стоит меньше, а буква T означает, что знак больше. Так вот, здесь ведь возможны какие варианты? Может оказаться, что A1 это то же самое, что G1. Может оказаться так, а может оказаться так. Так вот, давайте посмотрим, какие из этих вот ситуаций соответствуют этим. Ну вот, смотрите, как я это буду делать. Что такое K1 равно G1? Слушайте, я не то, что я на самом деле сейчас в ужасе. А нет, не в ужасе. Не в ужасе. Я вам сейчас такую табличку нарисую, что вы все сразу поймете. Все, рисуем табличку, господа. Рисуем табличку. Дело в том, что это задача со звездочкой, поэтому я стараюсь все максимально подробно объяснить. У меня есть первая красная, у меня есть вторая красная. Дальше первая зеленая, вторая зеленая, первая желтая и вторая желтая. Ребята, мы сейчас эту задачу обязательно с вами решим, причем так, что все поймут. Только таблицу не полетите себе нарисовать. Проставлю сейчас буквы L и T. Объясняю. Вот если у меня первая легче, чем вторая, то я сюда пишу букву L, сюда пишу T. Дальше у меня первая зеленая легче, вторая зеленая. Сюда пишу L, сюда пишу T. А вот из желтых первая тяжелее, поэтому сюда пишу T, сюда пишу L. Смысл поняли? Так вот надо в таком стиле быстро всю таблицу. Поехали. Первая легче второй, значит L, T. Дальше я вот иду так. Наоборот, первая тяжелее, вторая, T, L. Опять L, T, T, L, T, L, T, L, T, здесь T, L. Так, третья часть работы сделана. Теперь здесь L, L. Здесь будет L, T, L, T, L, T, здесь наоборот T, L, потому что здесь у меня первая тяжелее, вторая. T, L, отлично. Здесь у меня L, T, T, L, потому что здесь вот T, здесь T, L. Замечательно. Теперь первые четыре легкие, это значит, что все время у меня первые легкие, а вторые тяжелые. И здесь наоборот. Первая все время тяжелая, а вторая легкая. Вот. А теперь смотрите, что я буду делать. У меня во взвешивании, возможно, ситуация меньше, возможно, ситуация равенства и, возможно, ситуация больше. Согласны? Отлично. Итак, теперь смотрим. Если, как вы предложили, взвесить K1 и G1. Давайте смотрим, что такое K1. Это вот этот столбец. Это вот этот вот столбец. И G1. Это вот этот столбец. Смотрите, здесь равенство. Значит, здесь ставим плюсик. К1 и G1. Здесь, здесь T, здесь L. Значит, надо плюсик поставить сюда. Дальше. L, L. Это опять равенство. T, L. Тяжелая. Так, стоп. Нет, здесь было L, D. Нет, сейчас. Я не путал. Вы предложили первое взвешивание, которое разбило варианты в следующем опыте. Два варианта. Когда будет K1 меньше, чем G. Два варианта. Когда K1 будет больше, чем G. И четыре варианта. Когда равенство. Четыре. Четыре больше, чем три. Значит, ребята, сейчас категорическая просьба себе в тетрадь полностью эту таблицу нарисовать. Потому что то, что вы предложили неправильное взвешивание, это абсолютно нормально. Но сейчас вы должны делать следующее. Взять не то, что вы только что брали, а как что-нибудь другое. Взвесить. И посмотреть. Вот, значит, еще раз. Когда две монеты, две гильки взвесили вот так вот, то мы поняли, что это плохо. Пожалуйста, предложите другую систему. Я заново в таблице проставлю эти самые плюсики. И мы с вами посмотрим. Да, да, да. Вот я слышу, я запутался. Так, поэтому, поэтому звездочки стоят на задаче. Большинство двое из вас уже давно запутались, да. Поэтому я и прошу таблицу нарисовать. Потому что вариант, ну, как вы видите, строчек таблица, восемь штук. Чтобы разбить на числа, не превосходящие трех, есть единственный способ. Три, три, два. На левую чашку поставим то-то, то-то и то-то, а на правую то-то, то-то и то-то. Еще раз. Вы взяли одну красную, а другую не получилось. Имеет смысл брать, скажем, красную, первую и желтую втанную? Нет. Нет. Потому что первый, а второй не сильно так отличаются, да? Можно взять красную первую и красную вторую. Как вы считаете, это будет разумный способ или не очень? Очень. Если не очень, почему? Почему этот способ тоже не годится? Потому что один от двух нет. Потому что, если вы берете первую красную и вторую красную, то они не могут быть одной массы. Согласны? Нет. У нас всего восемь вариантов. Значит, эти восемь вариантов разобьются. Четыре, ноль четыре. А четыре больше, чем три. Значит, так брать тоже нельзя. Следующий вопрос. Можно ли взять по три монеты на каждую чашу? По три монеты. Это интересный вопрос. Если у нас есть три легкие и три тяжелые, можно ли их разложить по три штуки, чтобы было равновесие? Как вы считаете? А? Можно или нельзя? Да. Три легкие и три тяжелые разложить на две чашки, чтобы было форму? Нет. Нельзя. Нет. Мораль. Мы должны в этой задаче... Внимание, здесь уже должны произносится именно справа. Должны. Потому что мы проверили, что ни по одной нельзя, ни по три нельзя. Мы должны класть по две монеты. По две штуки. А вот теперь уже вы должны понять, какие две. Тут на самом деле вариантов-то не так много, но все-таки немножко варианты есть. Например, кладем сюда К1, К2, сюда З1, З2. Скажите, пожалуйста, имеет смысл делать такое взвешивание? Почему нет? Потому что в любом случае будет разница. Согласны? Да. Варианты разложатся так. 0, 8, 0. Предложите свой способ. Пишем вариант, а мы на дошле поставим плюсик. Предложите. Какие... Да, пожалуйста. Можно на одну чашку положить К1 и К2, а на другую З1 и Ж1, да? Ж2. Ж2. Это как раз не важно. Какая из двух Ж-шек, это абсолютно не важно. Давайте, что написал, что написал. Давайте сравнимать. Я понимаю, что К1 и К2 это легкое и тяжелое. Поэтому реально нужно идти по этим вот двум столбцам. Смотрите. Вот этот и этот столбец, смотрите. И если у меня, в первом случае, смотрите, у меня здесь обе легкие, в таком случае будет знак больше. Обе легкие, то есть будет знак больше. Легкое и тяжелое будет знак равенства. Если вот так, вот опять будет знак равенства. И так будет знак равенства. И так будет знак равенства. И дальше я уже могу что-нибудь писать. Понимаете, в чём это? Потому что, конечно, я могу это писать, но у меня здесь уже 4. Это тоже неправильный способ. Варианты разделись. 2, 4, 2. Предложите ещё какой-нибудь способ. На одну чашку К1, С1, а на другую? На одну чашку К1, а на другую, С1. Уже было. Когда по одной монете уже было. Мы уже поняли, что надо обязательно класть по 2 монеты. Да? Вы можете класть К2, С2, С2 и К1, С1, С1. Про 3 монеты я уже объяснил. Если класть по 3 монеты на каждую чашку, то равенство... Ребята, это ужасная вещь. Вы не слушаете объяснений. Вы думаете, что это для других. Что-то такое рассказывает. Я уже объяснил. Если кладёшь по 3 монеты, равенство невозможно. Поэтому варианты разобьются как 4, 0, 4. А 4 больше, чем 3. Надо обязательно, чтобы были 2 монеты. Ой, это 2 гибки. Не важно, как это называть. 2 гибки. Да? К1 и G2 на первую, сейчас же на вторую, К2, G2. Итак, К1, G2, а на вторую? К2, G1. На вторую, К2, G1. Понимаете, в чём проблема? У вас... Я боюсь, что ничего хорошего не будет. У меня, конечно, не жалко это всё показать вам. Нет, я могу и доказать, что ничего хорошего не будет. Дело в том, что от ЗЭШек у вас здесь ничего не зависит. Поэтому количество вариантов обязательно будет чёрное. То есть варианты разобьются, повторяю, вне зависимости от того, как ведут себя ЗЭШки. А нужно, чтобы варианты разбились, как 3, 3, 2. Тем не менее, давайте я всё-таки для чистой совести, боюсь, что иначе меня будет совсем не поймут, покажу. Значит, К1, G2, это что такое? Это вот эти вот два края столбца. Здесь стоят ЛТ. А К2, G2, это вот это. Так вот, когда ЛТ, а здесь Т, Л, то это очевидно равенство. Да? Замечательно. Замечательно. То же самое. Вот здесь вот смотрим ТТ, а здесь ЛЛ. ТТ это тяжелее, значит, где-нибудь будет плюс. Смотрим сюда. ЛТ. ЛТ, а здесь ТЛ. Значит, равенство. ТТ, это значит, будет у меня больше. ЛЛ, это значит, будет меньше. ТЛ, а здесь будет ЛТ, это значит, равенство. ЛЛ, это значит, меньше. И, наконец, ТЛ, это значит, равенство. В четырёх случаях выполняется равенство. Значит, этот вариант тоже не годится. Я не при помощи таблицей объяснил, а до этого объяснил и идея. Идея в том, что если здесь что-то не входит, то, к сожалению, количество вариантов обязательно будет чётное. И распределение 3, 3, 2 вы не получите. Догадайтесь же, да? К1, З2, К2, Ж1. Давайте посмотрим на такой вариант. К1, З2. Второй вариант. К2, Ж1. К2, Ж1. Давайте проверять. К1, К1, З2. К1, это вот этот. Давайте я их ожиду в кружочек, чтобы не путаться. Значит, так, К1, это у меня будут вот эти. Так, З2. Я просто боюсь, иначе перебудут всё. З2, это будут вот эти. Так, теперь, К2, Ж1. К2, если давайте я здесь галочки поставлю. К2. К2, И, Ж1 поставлю галочки здесь. Значит, смотрите, что я должен делать. Я должен сравнить массу того, что в кружочках, с массой того, где галочки. Здесь ЛТ и ЛТ. Это равен. Здесь ТТ и ЛЛ. ДТ, конечно, больше. Здесь ЛЛ и ТЛ. ЛЛ, конечно, легче. Здесь ТЛ и ЛЛ. ТЛ тяжелее. Здесь ЛТ и здесь ТТ. Значит, это ЛЛ, конечно, сейчас. ЛТ, конечно, легче, чем ТТ. Отлично. Здесь ТТ, здесь ЛТ. ТТ больше, поэтому пишу сюда. Так, здесь ЛЛ, а здесь ТТ. ЛЛ легче. Дальше ТЛ и ЛТ. Так, ТЛ и ЛТ, это вообще-то одно и то же. Ребята, поздравляю. Последний из рассмотренных вариантов, дал нам то, что надо. Выяснилось, что варианты разбились на 3, 2 и 1. Так вот, давайте все-таки дорешаем задачу. Что значит дорешаем задачу? Это значит, все неверные вот эти вот взвешивания я уже убегу. И я сейчас должен разобрать следующие случаи. Первый случай. Когда взвешиваю с одной стороны К1З2, с другой стороны К2Ж1, и у меня оказывается, что левая чашка легче. Второй случай. Когда взвешиваю К1З2, и чашка оказывается по весу такая же, как К2Ж2. И, наконец, третий случай. К1З2, К2Ж1 взвешиваю, и наоборот, левая чашка тяжелее. Итак, пожалуйста, в каждом из этих случаев, а заметьте, наша таблица показывает, что когда. Значит, первый случай, это вот эти три плюсика. Второй случай, это вот эти два варианта. Третий случай, вот эти плюсики. Так вот, в каждом из этих случаев укажите мне одно взвешивание, которое позволит узнать, какой же из трех случаев на самом деле выполняется. Одно взвешивание. Это так же, как в шахтутах мат в один ход. Сложные это мат в четыре хода, мат в три хода. А бывают в шахтутах простые задачи. Мат в два хода. А бывают задачи, с которыми начинающие, вот самые-самые первые эти занятия шахтутами, поставить мат в один ход. Если совсем плохо играют в шахтуты, то и это задача. То же самое. У нас была двухходовка. Надо было придумать два взвешивания. Существенную, самую главную часть работы мы с вами сделаем. Мы придумали замечательное взвешивание. К1З2. Надо взвесить с К2Ж1. А вот сейчас завершающий удар. Кто скажет, как эти варианты, вот эти три варианта между собой различить? З2 и Ж1. Сравнить между собой. Смотрите, здесь будет ЛЛ. Здесь у меня будут ТТ, и они будут равны. Поэтому, когда вы сравниваете З2 и Ж1, то равенство будет здесь и здесь, и вы эти два варианта не различите. Предлагайте взвешивание. К1 и Ж2. К1 и Ж2. Проверяю. Значит, вот в этом случае у меня Ж2 это Т, К1 это ЛТ. Нормально. Здесь ЛЛ. Значит, будет равенство. А здесь, здесь тоже ЛЛ, тоже равенство. Плохо. Надо найти такие две, чтобы в одном случае было ЛТ, в другом случае ТЛ, а в третьем случае было бы равенство. Понимаете? Чтобы когда вы взвешивали, было бы и меньше, и больше, и равно. Найдите такую пару Е. К2, З2. Давайте проверяем. К2 и З2. Вот эти два столбца, да? В этом случае ТЛ, в этом, значит, будет, соответственно, тяжелее. В этом случае ТТ, значит, будет равенство. А в этом случае будет ТЛ. Вы не правы? И здесь ТЛ, и здесь ТЛ. Да, пожалуйста. З2 и Ж2. З2 и Ж2. ЛТ, ТЛ и ЛЛ. Молодец. З2 и Ж2. Решу. Взвесить. З2 и Ж2. Молодцы. На самом деле, будет сильно молодцы. Давайте я еще раз показываю, почему. То есть, З2 и здесь Ж2. В этом случае плюсик у вас будет ЛТ, то есть, левая монета будет легче. В этом случае левая монета будет тяжелее ТЛ. А в последнем третьем случае у вас будет равенство. Великолепно. Теперь гораздо легче, чем у нас только что было. Как различить эти два случая? Какие две монеты, какие две гирьки надо взвесить, чтобы понять, верен в такой случай или такой? Вот посмотрите, пожалуйста. Вот эта строчка, это вот. И эта строчка, это самая, а не последняя строчка, так сказать, вот она. Да, говорите. К1 и З2. Смотрю. В этом случае К1 легче, чем З2, А в нижнем случае К1 тяжелее, чем З2. Молодец. К1 и З2. Так, и последнее. Что разумно взвесить в последнем случае? Я подозреваю то же самое, что в первом. Хотите проверим? З2 и Ж2. Значит, З2 и Ж2 надо проверять вот в этих трех случаях. Так, целимся. З2 и Ж2. Вот эти два столбца. Значит, здесь ТТ, то есть равенство. Здесь ЛТ, то есть левое легче. И здесь ТЛ, левое тяжелее. Все правильно. Достаточно взвесить З2 и Ж2.